Дорогие друзья, здравствуйте. У нас на календаре 11 июня. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала ВПРИАН. И мы начинаем очередной вебинар, посвященный вопросам зарубежной недвижимости. Тема сегодняшней нашей встречи – это инвестиции. Мы будем говорить об инвестициях в первую очередь в рамках конкретного проекта, который нам сегодня представят наши уважаемые эксперты. Наши эксперты – это Кайл Виннер, директор департамента продаж компании «Виндом Гранд Батуми Гоню» и «Европеян Виллэдж». И Владимир Ларионов, менеджер проекта «Виндом Гранд Батуми Гоню» и «Европеян Виллэдж». Коллеги, перед тем, как мы уже приступим к подробному рассказу о том, в чем инвестиционные идеи и как люди могут на ней зарабатывать, я попрошу вас буквально несколько слов о себе, о вашем проекте, о чем мы поговорим отдельно. Кайл, давайте начнем с вас. И тогда, собственно, буквально несколько слов. Пожалуйста. Добрый день, Филипп. Добрый день, зрители. Собственно, действительно, меня зовут Кайл Виннер, являюсь директором департамента продаж компании «Европеян Виллэдж» и бренда «Виндом Гранд Батуми Гоню». Собственно, если мы говорим о моем непосредственном функционале, то отвечаю полностью за департамент. Ну что, раз со связью случилось, Кайл, вас не очень слышно. Со звуком какой-то сбой. Со звуком сбой. Владимир, давайте вам тогда пока передам слово. Может быть, у вас подключайте микрофон, а у вас, Кайл, просто выключен будет микрофончик сейчас. Спасибо, Филипп. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я более 10 лет работаю в сфере продаж недвижимости, поработал преимущественно на рынке России, работал над комплексным освоением территории, то есть над проектами такого, так скажем, масс-маркета, работал в сегменте премиального жилья, работал также на турецком рынке, занимался реализацией экономической недвижимости, поработал… Кайл, выключите на секунду микрофон. Извините, ради бога, вы, видимо, неподалеку друг от друга сидите, Кайл, выключите. Все, продолжайте, Владимир, пожалуйста. Да, спасибо. Работал на турецком рынке, занимался реализацией вторичной недвижимости, поработал с прекраснейшей турецкой компанией LKM Япы, вот, и на сегодняшний день работаю в компании European Village, занимаюсь премиальной элитной недвижимостью, конкретно проектом Vindem Grand Batumi Bonio. Окей. Кайл, давайте тогда, да, опять к нам вернемся, сразу давайте тогда уже с места в карьер немножко уже чуть больше о проекте. В чем вообще такая общая, если максимально общими такими мазками рассказать о концепте, о том, что происходит, как происходит, как все это работает, что за идея лежит в основе вашего инвестиционного предложения и кто вы в глобальном масштабе? Спасибо, Филипп, за вопрос. Давайте постараюсь максимально крупными мазками, как вы просили. Компания European Village, собственно, является представителем датам бренда Vindem Hotels & Resorts и непосредственно отельной сети Vindem Grand Batumi Bonio. Мы строим здесь, в Грузии, первый all-inclusive отель класса luxury, соответственно, состоящий на данный момент из строящихся четырех проектов, соответственно, и в потенциале у нас на подходе пятый отель, который мы планируем единовременно сдать в июле следующего года. Сегмент, собственно, да, там для Грузии инновационный, можно сказать, потому что такого класса отелей здесь не существовало и по сей день пока не существует, да, то есть мы первые такие, первопроходцы в этом плане. All-inclusive, как таковой, в Грузии до этого не присутствовал, хотя в соседней Турции он там развивается последние 50 лет, вот здесь же мы будем первыми и пока единственными. Собственно, строим мы четыре отеля, строим отели с совершенно разной, там, скажем, архитектурой, динамикой, с совершенно разным наполнением. От типового достаточно отеля 20-этажного, этот формат Аква, да, там такой городской, что-то наподобие сити-фотела, и до полноценных уже эксклюзивных продуктов, это таунхаусы и виллы, которые здесь именно под отельным управлением еще ранее никто не строил. Мы специально таким образом пытаемся охватить максимальную аудиторию, как местных, да, там, грузинов, собственно, так и приезжих людей из разных стран, это Европа, это Россия, это, соответственно, ближние страны СНГ, ну и, конечно же, да, там, в том числе у нас есть покупатели и клиенты здесь и из Канады, из США и других стран, ну, поменьше. Окей, перед тем, как уже перейти к такой совсем конкретике, я сделаю еще пару объявлений. Во-первых, я попрошу в чате контакты опубликовать наших экспертов, к кому можно будет обращаться, ну, скорее всего, это уже можно будет делать правильно по завершении нашего вебинара. И хочу обратить внимание, что там в чате будет, потом отдельно мы опубликуем страничку, с которой вы можете просто в форме обратной связи сделать обращение, опять-таки, к нашим экспертам через форму обратной связи, они также, можно напрямую с ними связаться, может, через форму обратной связи с ними также выстроить общение. И я хочу просто еще сделать спецобъявление о специальном предложении, которое сегодня сделали наши эксперты с компанией Виногран Батуми Гонио и Европеян Виллэдж. Специальное предложение для тех, кто оставляет заявку на консультацию, ну, естественно, это предложение уже по конкретным объектам. Вот здесь вы можете увидеть и в течение недели после эфира, и в течение двух недель после эфира есть специальные скидки на те предложения, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, инвестиции, инвестиции в пятизвездочный отель, о котором мы сказали. Давайте несколько слов все-таки о Виндом Гранд Резиденс и вообще об этой сети. Что это такое и в какой степени вот тот проект, который создается, с инвестиционной точки зрения, это типичная история для Виндома. Давайте я отвечу на данный вопрос. Спасибо, Филипп. Давайте поговорим немного о самом непосредственном бренде, что же он из себя представляет. Виндом Котл Сент Резортс – это крупнейшая отельная сеть, она насчитывает более 9300 отелей по всему миру. Данная отельная сеть, она глобально развивается, то есть у нее более 108 миллионов лояльных пользователей, то есть бренд он узнаваем, бренд узнаваем абсолютно во всем мире. Вот мы можем, собственно, на данном слайде увидеть географию присутствия Виндом Котл Сент Резортс. И у Виндом Котл Сент Резортс просто потрясающая на самом деле динамика, то есть если в какие-то цифры более предметные вдаваться, то, например, в 2018 году у активных пользователей Виндом Котл Сент Резортс было порядка 80 миллионов человек, то на сегодняшний день это уже больше 108 миллионов. То есть бренд развивается, бренд он узнаваемый, брендом пользуется. Плюс в данной линейке масса категорий отелей, то есть начиная от двух-трех звезд отелей, заканчивая, то есть брендом, отелями наивысшей категории, пятизвездочными люксовыми отелями, которые строим мы. Соответственно, бренд узнаваемый, бренд привлекаемый, и у бренда положительная динамика. Это, собственно говоря, что и себя представляет данный проект. То есть правильно я понимаю, простите, что под брендом Виндом есть, ну, по сути, несколько сетей работают разного уровня, ну, там, звездности. Да, да, конечно, это не только пятизвездочные люксовые отели. Да, это отели абсолютно разные, разные, там, начиная от двух-трех звезд, заканчивая люксами. То есть там масса категорий, порядка 25 категорий отелей, поэтому на любой, так скажем, цвет, вкус и кошелек. Но мы в данном случае строим в наивысшей категории, а в наивысшей категории это конкретно грант. Таких отелей в мире всего 78 штук, и один из них строим мы здесь, непосредственно в Батуми. Также мы его строим по уникальной для Грузии системе, системы это All-Inclusive. Вот поэтому это, в принципе, такой первый отель для Грузии. Почему в Грузии не распространена система All-Inclusive, и почему, на ваш взгляд, вдруг она кого-то заинтересует? Позвольте я, Филипп, отвечу на этот вопрос. Собственно, да, там есть специфика застройщиков Грузии, которые только сейчас приходят к этому продукту, да, там, к отельным, собственно, брендовым, определенные классы и категории. Грузия после, так скажем, распада Советского Союза долгое время проходила этап становления. И только последние, там, несколько лет, да, там, последние пять лет это прям процесс пошел наиболее активно. Если брать последние три года, то динамика ВВП Грузии, там, увеличивается колоссальными темпами даже по сравнению с мировым. Там, словно говоря, 22-й год это плюс 10%, 9,8, если быть точным. Прошлый год это 7,5% и прогнозируемый за 24-й год, соответственно, это ВВП прирост будет от 5,2 до 5,5%. А если брать общий мировой тренд, особенно в стран, не развивающихся, а развитых, это обычно 2,9-3%. Таким образом, собственно, в том числе благодаря туристическому току, который в Грузии после 22-го года очень сильно восстановился, экономика очень сильно развивается. Плюс сюда заходят деньги с иностранных рынков, это рынки, соответственно, США, Нидерландов, Испании, Италии и Англии. На удивление, да, там, это не близлежащие деньги, это не близлежащие страны СНГ, которые там, ну, тоже не очень экономически успешны. Это в основном как раз-таки Западная Европа, Восточная Европа, да, там, страны Северной Америки. Скажите, если мы уже переходим все-таки к конкретной сути, ведь ваше предложение, как я понимаю, инвестиционное, оно интересно тем, что оно подходит для частных инвесторов. То есть покупка отеля, да, это все-таки, ну, в общем случае, если мы не говорим о каких-то мини-отелях, это штучка очень такая недешевая, да, отель, ну, как мы его себе в классике представляем. Если мы говорим о предложении, которые есть здесь, и в какой степени это стандарт для Виндом, то есть везде ли по миру Виндом предлагает что-то подобное? Лев, давайте отвечу. Нет, на самом деле по всему миру обычная практика для Виндом, да, там, так скажем, это продажи все-таки через, ну, тех партнеров, с которыми они работают, крупными долями, да, там, так назовем их. Это инвесторы очень с большими бюджетами, с миллиардами долларов, которые единовременно заходят и, собственно, покупают весь проект, строят его, да, там, в зависимости от того, инвестор ли это или строительная компания. И дальше, соответственно, отель таким образом запускается. Тот продукт, который мы сейчас предлагаем на рынке Грузии, он достаточно инновационный, он относительно недавно начал развиваться на рынках других стран, когда, по сути дела, да, там, клиентом отеля, да, там, если быть точным первым покупателем отельного номера, становится любой там собственник, у которого есть определенная сумма денег. В нашем случае на данный момент это достаточно незначительная для отельного управления сумма денег, порядка, там, 187 тысяч долларов. То есть вы за 187 тысяч долларов можете приобрести отельный номер, собственно, стать собственником недвижимости и, вдобавок к этому, ну, когда после запуска отеля, получать уже доход от отельного управления. И эта сейчас сумма может достигать до, там, 17-18 процентов годовых в зависимости от типа номера, который вы выберете. Соответственно, ближайшие там. Вы сейчас говорите, 17-18, простите, 17-18, но опыт других проектов Виндом, которые работают по такой схеме? Все верно, мы говорим про опыт других проектов Виндом, которые работают по такой схеме в других странах в том числе. Хорошо, давайте тогда еще раз, просто для понимания. То есть вот есть некий проект, который сейчас строится, как принять участие, вот что ты реально там можешь купить и сколько это стоит? И как вообще, ну, это по факту происходит, в чем порядок действий, как он осуществляется? Владимир, дайте. Да, позвольте я, да, спасибо, Филипп, отвечу на этот вопрос. Ну, для начала, наверное, нужно ставить нам свою заявку, наши специалисты с вами свяжутся и все расскажут, как это можно сделать. Но в целом, соответственно, мы с клиентом выбираем какую-то конкретную резиденцию, так как мы строим 4 отеля. Они достаточно разные по своему уровню, то есть, если получится, может быть, вывести слайд общий, где у нас наши 4 проекта. Получится у нас, Филипп. Да, слайд 4 проекта, пожалуйста, да. Да, вот, спасибо. Где у нас 4 наших отеля, если смотреть слева направо, то первый проект – это Аква, это более стандартное гостиничное здание на 353 номера. Тут есть у нас, соответственно, категории стандартов, номеров по площади 32-33 квадратных метра до двухуровневых резиденций. И есть совсем уникальные продукты для грузинского рынка. Например, последний, предпоследний слайд, если смотреть слева направо, это проект Ривьера и проект Виллос. То есть Ривьера – это таунхаусы по 130-150 квадратных метров, они под гостиничным управлением. Ну и, соответственно, виллы, которые порядка 180 метров по площади, также под гостиничным управлением, со своей придомовой территорией, зоной барбекю. Это такой формат уже непосредственно президентского номера. Вот, поэтому первое, что нужно сделать, это оставить нам свои контакты, мы с вами свяжемся. И, по большому счету, под любой бюджет мы с вами сможем подобрать резиденцию, которая будет соответствовать вашим финансовым ожиданиям. Контакты «Виндом Гранд Батнами Гоню» здесь мы опять опубликовали. Это именно та форма обратной связи, по которой вы можете, обратившись через которую, вы можете, помимо всего прочего, получить и бонусы, скидки, о которых мы говорили в самом начале. Давайте теперь вот какой момент обсудим. Все-таки есть «Виндом», и это некий условный бренд, а есть некий проект в Грузии. Как они сочетаются? В том смысле, какую реальную помощь «Виндом» оказывает вам? Он строит, он дает деньги, и «Виндом» – это просто какая-то же, видимо, глобальная компания. Ее участие в вашем проекте, в чем оно заключается? Кайл, наверное, к вам, да, вопрос больше. Да, прошу прощения. На самом деле у нас очень простые партнерские отношения. «Виндом» – сеть с 43-мя годами опыта именно в качестве ательера. Мы – компания, которая непосредственно занимается строительством, являемся девелоперами, да, и у нас накоплены совсем другие компетенции. И, собственно, это очень удачное сочетание, когда мы, как строительный холдинг, да, как девелопер, берем те стандарты, сервисы, качества от бренда «Виндом» и используем их для строительства уже непосредственно отелей. Потому что есть очень много тонких нюансов, которые невозможно учесть при строительстве, если вы не взаимодействуете с брендом или с управляющей компанией, которая точно знает, как делать продукт, чтобы он стал лакшери-сегментом. Ну, банальный, да, там, пример. Если бы мы строили обычную жилую недвижимость, мы бы не делали каких-то помещений под персонал, например, раздевалки. Или там помещение ресторана могло бы не присутствовать или присутствовать, да, там, но не содержать там цеха холодного, горячего, специального холодильного цеха, где хранение зоны выделено и так далее. Коридоров, по которым ходит персонал, дополнительных лифтов, да, персонал, чтобы не было пересечения потоков, да, клиентского, соответственно, проживающих в отеле гостей и потока персоналов. Вот все эти тонкости, нюансы, вплоть до ширины коридоров, размера, там, направления открывания дверей, еще каких-то мелочей дает непосредственно бренд «Виндом», который 43 года на рынке существует, как устойчивая финансовая модель. Мы просто, условно говоря, по нашему соглашению принимаем и исполняем эту историю, и таким образом, да, там, в том числе по сервису, по качеству, по уровню, для того, чтобы было необходимое количество сотрудников, причем они говорили на определенных языках, например, на ресепшене, да, там, в отеле класса люкс, лакшери, соответственно, сегмента, сотрудники, администраторы, да, там, на ресепции должны обладать, там, знанием не менее четырех языков. Если бы мы делали это самостоятельно, конечно же, этих мелочей мы бы никак не смогли предусмотреть. Когда мы работаем в партнерстве с брендом «Виндом», мы знаем обо всех этих мелочах, мы изначально закладываем их в проект, проектируем необходимые площади, закладываем там размеры под технические помещения, под оборудование, да, там, по категорию определенную по размерам бассейны строятся, и еще каких-то ряд мелочей по функциональному наполнению. Ну, например, да, там, благодаря бренду «Виндом» мы делаем в нашем отеле, там, в нашем сети-гостинице 90 объектов инфраструктуры. В обычной истории все застройщики, например, в Грузии, которые здесь есть, ну, можно называть нашими конкурентами, да, там, ну, дружелюбно, они не повторяют эту историю, они не имеют этого накопленного опыта, и, конечно же, к каким-то вещам они приходят самостоятельно, но уже в середине периода строительства, тем самым придется повышать там стоимость на их объект. А мы изначально заложили все это и в проект, и в стоимость, и, соответственно, мы точно выполняем финансовую модель в рамках наших договоренностей с компанией «Виндом» «Поталфинтризор». На чем все-таки, сколько и как может в вашей схеме, в вашем проекте зарабатывать инвестор? Вот вы сказали, что речь идет, ну, в данном случае мы пока говорим о покупке номера, в конце мы поговорим и о более таких скромных возможностях, но, тем не менее, покупка номера и что дальше? Когда проект заканчивается, когда ты начинаешь зарабатывать, сколько ты начинаешь зарабатывать, как это определяется? Видимо, главный вопрос нашего сегодняшнего вебинара. Давайте, да, я, Филипп, отвечу на этот вопрос. Все зависит, на самом деле, от модели инвестора, да, то есть есть инвесторы, которые заходят в проект на краткосрок, а есть инвесторы, которые заходят к нам на, так скажем, долгосрочную перспективу. И для тех, и для других у нас есть абсолютно свои уникальные финансовые инструменты, то есть если вы заходите к нам не на долгосрок, да, вы условно зарабатываете, например, на капитализации, то есть проект у нас строится, проект будет сдан условно через год, это июль у нас 25-го года, вот, и инвестор может всегда выйти в конце строительства из проекта, заработав на капитализации. Плюс также мы берем на себя реализацию непосредственно отельного номера, то есть инвестору не нужно самому привлекать каких-то маклеров, риелторов и так далее, то есть это все делается нашими силами, мы нашим инвесторам помогаем и реализуем, естественно, отельный номер уже по цене, по цене, вот можно даже посмотреть здесь на слайде, по цене, которую реализует непосредственно застройщик. То есть инвестор может заработать, если в краткосрок, на капитализации проекта, это первая возможность. Вторая возможность у нас есть для клиентов, так скажем, такой в виде кэшбэка, то есть если инвестор, например, у нас оплачивает 100% за отельный номер, мы ему предоставляем такой, так скажем, кэшбэк 5% от отельного управления, то есть вы уже условно купили сегодня, да, условно что-то купили за 100 тысяч долларов, да, и мы вам 5% годовых уже будем начислять, пока проект строится. То есть можно воспользоваться такими инструментами. Простите, когда проект заканчивается? То есть когда он начал строиться и когда он должен быть завершен? Проект начал строиться полтора года назад, а завершаем мы строительство в июле 25-го года. То есть, ну, условно, да, еще год на строительство и еще есть возможность, отличная возможность заработать на капитализации, то есть и на дальнейшие перепродажи, то есть если вы заходите непосредственно в проект как инвестор на краткосрок. Для инвесторов, которые уже в более долгосрочную перспективу у нас рассматривают, то, соответственно, это уже идет у нас непосредственно отельное управление, да. Тут для инвесторов у нас, опять же, масса инструментов. Во-первых, нужно выбрать доход, то есть программу по доходности. У нас их две. На самом деле в Грузии достаточно мало компаний предлагают сразу несколько программ по доходности. У нас есть как гарантированный доход, он у нас по проектам от 5 до 7 процентов, и реальный доход от отельного управления, который у нас варьируется, ну, в цифрах порядка 17-19 процентов годовых. То есть вы можете воспользоваться данными программами, отель работает и приносит вам свой там ежеквартальный, ежегодовой доход. То есть это для клиентов, кто у нас, собственно, заходит к нам на более долгосрочную перспективу. Вот, и в дальнейшем, опять же, вы можете перепродать свой номер. У нас прошел, значит, несколько вопросов было, вот в самом начале был вопрос. Простите, что-то тут сбой какой-то произошел. Вот мы будем говорить о ценах. В какой валюте мы будем говорить, вот этот вопрос от нашего зрителя? По оплате, соответственно, да? Нет, именно, вот это вот, вы говорите, доходность, это доллар, это лари, это рубли, что это за валюта? Да, доход будет выплачиваться, естественно, в долларом эквиваленте, так скажем, в такой дубовой валюте, что не может не порадовать инвесторов, потому что доллар очень стабилен, он, так скажем, он не волатильный практически, да, и поэтому фиксировать вы свою прибыль, свой доход уже будете непосредственно в долларах. Давайте я просто вернусь, когда вот к этому слайду, который у нас был. Вот, если я правильно понимаю, здесь, на этом слайде нарисована вот та схема, которая говорит о, так называемой, спекулятивной инвестиции, да, когда просто идет рост цены. Вот, начиналось все у вас с 2000 евро. Я правильно понимаю, во-первых, что это за цена? Кто ее устанавливает, если вот она была 2000, сейчас написано 7200 за квадратный метр? Это что за цена? Откуда она берется? Филипп, смотрите, очень замечательный вопрос. Действительно, мы на старте проекта Аква, в качестве, так скажем, раскрутки, да, там, проекта, позволяли некоторым инвесторам заходить на проект по 2000 долларов. Это самые первоначальные цены, которые... Это достаточно короткий был строк. Нет, 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 это был буквально там первый месяц, полтора, когда мы просто испытывали рынок Грузии, да, и привлекали нашего клиента, с других рынков пробовали. И, соответственно, как только мы поняли, что наш проект достаточно может привлекать инвесторов совсем с других рынков, и продажи будут совершаться, брендовые отельные недвижимости по другим деньгам, мы, конечно же, очень сильно нарастили динамику. И у нас сейчас там рост цены в среднем в месяц это примерно 5%. Почему примерно? Потому что на разные отели в нашей классификации, да, рост цены на квадратный метр, он немножко может отличаться. Есть номера отдельные, которые самые ходовые, например, те же стандарты, на них рост цены может составлять более 5%. Есть виллы, которые мы только-только вот с пресейла выводим в полноценную продажу, и динамика на них там в следующем месяце заложена плюс 10% не единовременно, и можно очень быстро заработать на капитализации за один месяц буквально. С чем это связано? Мы прочувствовали рынок Грузии, поняли, где нам здесь искать прежде всего своего клиента, и прочувствовали все рынки соседних стран, откуда к нам в том числе приходят клиенты. Как только мы дотянулись, так скажем, нашими руками, да, там до самых дальних уголков нашей планеты, это Канада, это США, где люди знают хорошо бренд Winning Photos and Resorts, понимают этот продукт, мы, конечно же, нарастили динамику ценообразования. И теперь у нас есть лоты, которые поднимаются ежемесячно на определенный процент, а есть отдельное, так скажем, динамичное ценообразование для самых востребованных лотов. И да, если мы говорим там про период полтора года назад, цены действительно были на старте 2000, но мы очень быстро от этого перешли к текущим ценам, и средняя цена реализации сейчас по проекту, это можно убедиться, проверив экспозицию выставленных лотов, она порядка 7000. Да, у нас есть там по-прежнему лоты, просто большие площадям, это 173 квадратных метра, где цена там 3700, но у нас есть отдельные юниты, это президентские люксы, да, там это видовые номера на 20 этаже, вот, соответственно, пинхаусы, цена у которых сейчас там 8800-10900. Конечно же, средняя цена по проекту существенно выросла, и мы по-прежнему, благодаря нашим темпам и строительства, и реализации проекта, да, там мы уверены, что мы догоним цену даже выше, чем те, которые вы показали, потому что уже отдельные лоты здесь, которые у нас, ну, по просьбе клиента продаются, там, скажем, да, из закрытого пула, но закрыты они только фактически ценой, с небольшим дисконтом, например, там юнит стоил, там, можно говорить, по 11 тысяч за квадратный метр, мы купили 2% и продали за 10-800. Есть клиенты, которые знают этот продукт, они уже инвестировали ранее в отельную сеть Виндом Поттлс и Трезор в других странах, они верят в его перспективу и с удовольствием его покупают, выбирая уже тот номер, который они для себя непосредственно выбрали. Вот от нашей зрительницы написано, что делали предложение по этому проекту минимум полгода назад, не верится в такую стоимость квадратного метра. Действительно, ну, возникают вопросы вот к этому графику. Вот 8 тысяч долларов, вы прогнозируете, что такая цена будет через 3 месяца, а вдруг не будет, вдруг она будет стоить, наоборот, 3 тысячи? Или это цена, по которой вы гарантированно продаете и дешевле вы не отдадите? Ну, мы гарантированно продаем и дешевле мы не отдадим. Да, у нас есть, конечно, как и у всех застройщиков определенный пул скидок. Эти скидки действуют на определенные номера, которые, так скажем, ну, может быть, в рамках текущей парадигмы чуть менее востребованы, чем другие. А может быть, иногда это индивидуальные договоренности с клиентами, которые, например, оплачивают 100%, да, там они берут номер за застройщику. Понятно, что нам, как застройщику, единовременная оплата выгоднее, и в таком случае мы готовы идти там на уступки. Касательно динамики роста цены. Как пример могу привести, да, там отель в Сочи. Сочи буквально 200 километров, там 240 от Батуми, где строится отель Ратана. Прошу прощения, Рамада. Да, и, соответственно, там цена на финале заявленная 12 тысяч долларов. И, насколько я знаю, они еще планируют повышать. Есть момент в том, что категория грант отельной сети Виндом Хотелс и Трезорс по всему миру, если откроете слайд, будет замечательно, она не может стоить, в принципе, ниже определенных денег. И вот здесь приведены примеры Испании, где 7800 за квадратный метр. Есть примеры Дубая, где там 7882. А есть и еще более дорогие номера, где цена квадратного метра достигает 11-12 тысяч долларов. В отдельных отелях этой сети цена достигает и 24 тысяч долларов за метр квадратный. И это для самой отельной сети, для этой категории грант, наивысшей категории бренда, это нормальная цена. Есть спрос в лакшери отеле, и по прогнозам мировых, условно говоря, аналитических служб, сегмент лакшери должен к 1932 году достигнуть 10 миллиардов долларов. Это значит, что данные отели востребованы. Мы это видим на примере роста лояльных клиентов бренда Виндом Хотелс и Трезорс. Как Владимир ранее сказал, за последние несколько лет это очень существенный рост, с 80 до 108 миллионов человек. Но если даже в 2024 году уже посмотреть на динамику роста клиентской базы Виндом Хотелс и Трезорс, то это плюс 2 миллиона только за первый квартал. Соответственно, исходя из этой динамики, мы точно понимаем, что к концу года отельная сеть будет больше 112 и 114 миллионов. Все эти клиенты так или иначе получат информацию о наличии в Грузии первого all-inclusive пятизвездочного отеля и единственного для Грузии. И, конечно же, все те клиенты, которые, соответственно, лояльны к этой сети, смогут впервые побывать здесь и оставить здесь львиную долю, так скажем, хороших впечатлений для себя и финансов для нас. Тогда такой вопрос. Опять же, я вернусь вот к этому графику, потому что он, ну, с одной стороны, очень шикарно выглядит, но, очевидно, требует неких пояснений. Означает ли это, что есть люди, купившие недвижимость у вас за 2000 евро за квадратный метр, и сейчас ее продающие по цене 7000? А если он хочет не за 7, а за 6, но побыстрее? Следующий момент. Вот если я сегодня покупаю за 7000, означает ли это, что я с 1 июля по 30 сентября, если я правильно по графику увидел, могу продавать это по 8? И я должен продавать это сам или через вас? То есть вопрос входа и выхода, потому что цифры-то красивые, но ведь удачные инвестиции становятся в тот момент, когда я реально купленное, реально продал. Филипп, совершенно верно говорите, как в инвестициях на бирже, так и в инвестициях в недвижимость. То есть ключевой момент – это фиксация прибыли, так скажем, и когда она из бумажной в реальную превращает. И здесь важный момент. Мы, как застройщик, после окончания строительства не выходим из проекта. Мы, как застройщик, в параллель развиваем другие проекты, в том числе под брендом. Сейчас мы строим 4 отеля, у нас на подходе 5-й, и это всего 494 номера в текущий момент в строительстве. По соглашениям, ну, как бы с тем соглашением с брендом Виндом, который у нас есть, мы вправе построить до 1100 отельных номеров под этим брендом, соответственно. И это только в Батуми. Хотя сейчас речь идет о потенциально сотрудничестве еще и в других регионах. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу, откуда такая цена, почему мы в нее верим, почему мы там уверены даже, можно сказать. Есть, так скажем, достаточно прозрачные аналитические данные у нас внутри компании, которые нам позволят ее прогнозировать. Более подробно следующим образом могу рассказать. Есть клиенты, которые приобретали по 2000 долларов. Но эти клиенты будут продавать на равных условиях с теми, кто будет, собственно, выходить на финиш проекта. Наш договор предусматривает возможность перепродажи по окончанию строительства при стопроцентной оплате, то есть погашению полностью по стоимости номера по договору. Причем мы, с одной стороны, даем возможность клиенту реализовать через нас этот номер и по рыночной стоимости, которая будет на тот момент. Условно говоря, как я и сказал, мы из проекта не выходим. У нас будет накопленная клиентская база, через которую мы будем осуществлять продажи номеров ранее купивших клиентов, если это потребуется. И, соответственно, продавать мы будем именно по той стоимости, по которой у нас к моменту окончания строительства будут все номера. Мы не будем демпинговать рынок, мы не позволим это сделать другим клиентам. Если вы захотите, условно говоря, сделать небольшую уступку самостоятельно, найдете клиента, вы все равно обратитесь к нам, как к застройщику. Мы вам согласуем эту продажу, но эта продажа, так скажем, пройдет на закрытом рынке. В открытом рынке этого продукта не будет. Когда у тебя нет конкуренции на открытом рынке, ты можешь спокойно регулировать цену, чем мы, собственно, и будем заниматься. Поэтому, с одной стороны, наши дороги. Да, с одним моментом. Если купят, хорошо, а если не купят, ну, как бы окей. Понятное дело, что если объект стоил там 2000, а через какое-то время 5 на ажиотаже, люди могут начать покупать и за 5. Но вот через какое-то время будет стоить 9, да, а потом, может быть, и больше, вы говорите. Но это, во-первых, сама по себе довольно крупная сумма, и для Грузии тем более. Ведь ваш проект, наверное, вообще самый дорогой получается сейчас в Грузии. Да, действительно, мы лидеры рынка. Смотрите, вы правильные вопросы задаете. Единственное, не учитывая некую специфику. Первое, да, там, для Грузии это действительно не дешевый продукт. Мы делаем лакшери отели, и это определенный класс материалов, не ниже чем, да, там, это определенный уровень сервиса. Такой продукт во всем мире не может просто стоить дешевле. На него есть твой покупатель. Но ключевой момент, мы не продаем просто недвижимость, да, это не бетон, это не черный каркас, как здесь принято говорить в Грузии. Это, соответственно, не обычная жилая недвижимость, которую ты купил, сделал ремонт, и как-то ей там дальше занимаешься, или живешь в ней. Мы продаем целую концептуальную систему. Это, по сути дела, готовый бизнес, который приносит долларовую доходность, как успешная финансовая модель. То есть сейчас момент, когда отель еще не запущен, это одни опции, да, там, по возможности дохода, в том числе на капитализации, в том числе на гарантированной доходности на момент строительства. После запуска отеля, как мы ранее обсуждали, да, есть возможность получать гарантированный доход, и это может быть от 5 до 7 процентов, или реальную доходность, которая может достигать там 17-18 процентов годовых. И это мы говорим о долларовой доходности, о регулярной доходности. При этом вы за собой сохраняете объект недвижимости, то есть нечто материальное. И дополнительно еще регулярно получаете выплаты. Сложно с чем-то сравнить из надежных инструментов, да, там, по уровню доходности, такую отельную недвижимость. Ну, там, банально, если мы берем, есть на рынке американских ценных бумаг, так называемые трежерис, это, ну, государственные облигации. Их доходность порядка, там, 4,5-5,25 процентов. И это если вы берете их, там, сроком на 10 лет исполнения. И это, опять-таки, да, там, просто ценная бумага, которая где-то лежит на счету. Здесь мы говорим об объекте недвижимости, которого вы можете пользоваться, приезжать в него два месяца в году, отдыхать в нем. И плюс еще весь оставшийся год, там, 10 месяцев в году, получать с него доход, который, опять-таки, в долларах, и который может достигать 18 процентов. Согласитесь, это гораздо более эффективная модель, чем... Ну, давайте так, сравним с российским депозитом, который сейчас там у Сбербанка 18 процентов в рублях, а инфляция, как мы знаем, в России примерно, там, на уровне 20 плюс. То есть, по сути дела, это в лучшем случае 0. Ну, а официально меньше, да, но мы все понимаем, что реальное гораздо больше. И мы сравниваем с валютным депозитом, к примеру, да, который там 4-5 процентов, и сравниваем с доходностью от отельного управления, где у вас четко зафиксирована сумма, она уже не уменьшится, и вы еще дополнительно получаете доход в валюте до 18 процентов. Смотрите, два момента, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, просто уточнение. Чуть позже, наверное, надо было бы нам поговорить о гарантированной доходности и не гарантированной доходности, раз вы затронули эту тему. Вы сказали, гарантированная доходность 5-7 процентов, но кто-то купил за 2 тысячи евро, кто-то за 5, кто-то за 9. Эти 5-7 процентов считаются от того, за какую сумму ты реально осуществил сделку? Да, не всегда к стоимости юниту соотносятся. Ну, то есть, условно говоря, если один и тот же номер я купил в какое-то время, тот, кто купил номер год назад, получит гарантированную доходность меньше, чем тот, кто купил номер на выходе. Так? Это верно. В объеме денежных средств, да, в процентах это будет то же самое соотношение. У нас, конечно, были некие изменения по одному из проектов с гарантированной доходностью с 7 на 5, но в основном сейчас по трем из наших строящихся объектов мы готовы давать гарантированную доходность и прописывать ее в договоре 5% за годовых долларов. Есть, соответственно, объект виллы, где-то просто порог входа выше, но цена квадратного метра существенно ниже, она там 3 700 тысяч долларов. И там мы готовы гарантированную доходность давать аж 7% годовых. В нашей компании просто накоплен персональный, так скажем, опыт еще до сотрудничества с Эмбридж Хоспиталити, с Виндом Хотелс и Резорт, где мы, собственно, сейчас действующий наш продукт, это элитные виллы, у которых тоже есть гарантированная доходность в долларах, которые мы выплачиваем. И эта бизнес-модель успешно работает. Хорошо, тогда возвращаясь все-таки к вопросу рисков. Риски, связанные не с арендными перспективами, а с ростом цены. Вот человек сейчас покупает по той цене, которая есть, опять-таки, позвольте открою вот этот слайд, вот он там 7 000 евро, цена плюс-минус такая. Через год, вот прошел год, кому по какой цене он может продать и что будет, если через год, например, ну рынок сложится так, что ну не будет желающих купить вот там за 8 400 или за 8 700. Или они непременно будут, и вы гарантируете, что кто-то по такой цене купит. Филипп, да, прошу прощения, не раскрыл это в предыдущем ответе. Есть гарант всех этих успешных условий, и гарантом выступает непосредственно компания European Village. Каким образом мы это делаем? В наших договорах, в зависимости от объекта, который вы приобретаете, предусмотрена возможность обратного выкупа непосредственно застройщиком у клиента, ранее приобретшего номер, либо за 100, либо за 110% от стоимости покупки. Каким образом это работает? Да, там, собственно, если вы к моменту готовности отеля, запуска его в эксплуатацию, уже полностью погасили все платежи, то есть 100% оплаты по юнику закрыли, и при этом отель введен в эксплуатацию, и вы по каким-то причинам, да, там, не знаю, решили, что дальше цена не будет расти, или еще какие-то риски видите, вы можете обратиться непосредственно в European Village, на это у вас есть 90 дней, с просьбой о выкупе вашего отельного номера по цене приобретения, если мы говорим, например, об отеле Aqua, или, если говорим об отеле Family Club, там, Riviera и Wilde, то не по цене приобретения, а плюс 10%, и того за 110% от вашей покупки. То есть вы в любом случае за год гарантированно получаете 110%, ну, 10% условия прибыли, и такого не предложит ни один застройщик на рынке Грузии. Настолько мы уверены в своем подоке. Вот смотрите, я еще уточнить хочу, вот допустим, сейчас у нас начало июня 2024 года, смотрим, ну, и вот через год, да, вот здесь сейчас цифра 7, написано цифра 9200. Это та цифра, по которой вы рассчитываете, что будете предлагать объект на свободном рынке. А вот если я захочу, ну, то есть как бы всем желающим, какой-то номер куплен не будет, сейчас он стоит 7, через год вы его готовы предлагать за 9, так? Да, все верно. А если я хочу, чтобы его купили, ну, черт с ним, не за 9200, ну, там, за 8500 хотя бы, я, как я могу это сделать, чисто технически? Я к вам должен... Вы обращаетесь к нам. Да, вы обращаетесь к нам. Мы выставляем в рамках нашего пула клиентов ваш номер на продажу, реализуем его. У нас есть право на, так скажем, приоритетную реализацию в течение полугода по договору. Дальше вы, соответственно, если по каким-то причинам мы его не продаем, вы выходите в свободный рынок, реализовываете, сами его по той цене, которые вы считаете нужными. Но, на самом деле, за счет того, что у нас база клиентская только растет и расширяется, у нас точно будет кому предложить ваш номер. У нас были уже прецеденты, опять-таки, да, там, это не про брендовую отельную недвижимость, сейчас речь буду вести. У нас есть прецеденты, когда мы изначально, как застройщик, продавали виллы нашего собственного бренда, и спустя там 2-3 года, 4 года некоторые виллы были проданы там плюс 160% капитализации. И вот это буквально на, так скажем, ну, в рамках полутора месяцев был один из таких примеров. Первую виллу небрендовую, которую мы строили, она на тот момент продавалась за 135 тысяч долларов. Мы сейчас реализовали ее по цене 335 тысяч долларов. То есть представьте, какой прирост. У нас есть еще один. Есть еще один клиент, который сейчас тоже обратился к нам. Он прожил в этой вилле несколько лет, после чего, собственно, с нашей помощью сделал, так скажем, ремонт, обновил полностью, да, там, всю внутрянку. И сейчас тоже они переезжают и готовы выставить эту виллу на продажу. Но у этого клиента сразу 4 виллы. Три из них он сдает и получает прибыль, причем гарантированный доход, да, у него. И, соответственно, четвертая, вот он в ней проживал непосредственно сейчас, сделал ремонт и планирует там на продажу ее выставить. И у нас таких кейсов достаточно много уже накопленных. И это мы не говорим не про брендовую продукцию. А если мы говорим, соответственно, про брендовые отели, они гораздо больше востребованы по всему миру. И самое главное, понимать, уникальность возможностей и доступности, да, там, частных инвестиций в отдельный отельный номер. Никакие другие конкуренты, да, там, не предоставляют, другие сети не предоставляют таких возможностей. Сейчас по подобию, так скажем, и образу нашему начали в Грузии работать еще ряд сетей и других застройщиков. Они просто копируют эту модель. Она менее эффективна, потому что мы инноваторы и многие какие-то кейсы мы первыми внедряем. Например, да, там, мы единственные, кто предоставляем программу RCI для покупателей наших отельных номеров. Это программа обмена отельным отдыхом по миру. И, конечно же, через какое-то время, возможно, кто-то это тоже скопирует. Пока нет. Пока, соответственно, мы в лидерах и с точки зрения цены, в том числе, и с точки зрения накопленной клиентской базы, да, там, и перепродажи этих отельных номеров. В любом случае, там, в 99% случаев у нас всегда есть воронка клиентов, которые хотят что-то приобрести. Вопрос, мы приоритет сделаем на собственные юниты, которые останутся на тот момент компаний, или просто приоритет отдадим тем клиентам, которые хотят перепродать через нас. Вот интересно. А это, да, но клиент, я, кстати, тоже момент интересует, как бы, условно, ну, там, через год он хочет продать свой юнит, и у вас есть еще не проданный. В чем ваш интерес продавать юнит клиента? Ну, есть, не получится ли ситуации? То есть, вот, давайте рассмотрим самую худшую ситуацию, да? Если я правильно я вас услышал, то есть, прошел год, я хочу продать. Вы гарантируете в каких-то случаях, вот, сами, если что, вы купаете по цене, которую я заплатил, то есть, я ничего, ну, не приобретаю, не теряю, просто, ну, у меня какие-то деньги были в Грузии, вот они... Либо плюс 10 процентов. Либо плюс 10 процентов. Или второй вариант, вы начинаете сами это продавать, и через какое-то время сделка закрывается уже вот по более интересной цене прогноз, который вы сделали. Так я понимаю? Верно, все верно. Да, мы реализуем нашим же клиентам, ну, как бы, вновь накопленной базе клиентской к тому моменту, по цене, по которой, соответственно, готов будет продать свой юнит текущий клиент, условно говоря, который приобретает сейчас. Возможно, возможно, да, мы так же, как и в нашем случае, мы предоставим какой-то диспонт, согласованный с клиентом, либо на какие-то другие лояльные условия, ну, например, по рассрочке, да, там или подключим там ипотечный блок, потому что на введенный объект в эксплуатацию это будет в том числе возможно. Поэтому здесь все зависит от интересов нашего текущего клиента и будущего клиента, который обратится к нам либо за обратным выкупом, либо попросит нас реализовать его номер. В чем для меня, как для покупателя, через год выгода, ну, частично ответили на этот вопрос, выгода покупать у какого-то частника или покупать у вас? То есть новый объект или тот, который, ну, формально вторичный, давным никто не жил, но формально он кому-то принадлежал. В чем здесь? Филипп, я понимаю, о чем вы смотрите. Ключевой момент, наверное, да, там, скорее всего, через год при наших темпах реализации у нас просто не будет объемов свободных, по крайней мере, в той же Акви, которую мы будем реализовывать, потому что она там по темпам продаж сейчас распродана на 60 с лишним процентов, но это за полтора года. При текущей динамике, при росте цены, да, там, скорее всего, мы клиентов, мы еще вошли в сезон высоких продаж, потому что, в отличие от России, в Грузии, наоборот, начиная с апреля по октябрь, это сезон высоких продаж. И наши темпы существенно сейчас возрастают в этот период времени. Плюс, ключевой момент, мы продаем не только целые номера, да, там, где ограничиваем таким образом наш пул покупателей, мы, наоборот, продаем в том числе, там, одну вторую, одну четвертую, одну восьмую доли. И у нас даже есть спецпродукт, о котором я расскажу позже, который позволяет нам максимально динамично реализовывать. И если мы получаем там клиента, так скажем, да, который говорит, ну, знаете, все классно, мне все понравилось, у вас замечательный продукт, но мой бюджет, там, 100 тысяч долларов, мы даже ему найдем, что предложить. Вот буквально сейчас, там, сегодня в моменте у нас прошла одна из сделок на одну вторую, соответственно, да, и клиент приобретает полномера, у него будет право на месяц отдыха и на ряд других опций, при этом его бюджет, так скажем, позволил ему войти в интерес, в интересующий его проект. И это очень эффективная история. И такие клиенты, так как мы лидогенерацией занимаемся постоянно, и мы, собственно, из отельного бизнеса никуда уходить не собираемся, они у нас по-прежнему будут. Всегда есть клиенты, которые заинтересованы, так скажем, купить на котловане и получить рост капитализации. А есть совершенно другой портрет клиента, который готовы в долгие инвестиции входить, зарабатывать регулярно, таким образом, диверсифицируя свои, собственно, вложения, ну, и, да, там, в том числе получать объект уже в готовом виде для того, чтобы в моменте в него там иметь право заехать. Мы продаем, в том числе, и под проживание части наших юнитов до 10% в любом из отелей. И есть абсолютно разные портреты клиентов с разными интересами. Мы готовы удовлетворить все по большому счету и через год спустя. Окей. Я попрошу, наверное, в чате еще разочек публиковать форму обратной связи, чтобы можно было связаться, то есть, ну, с нашими экспертами сегодня можно связаться разными способами, есть прямые контакты, но форма обратной связи тоже вполне работает. кроме того, специальные бонусы для тех, кто в течение недели и двух недель по завершении вебинара к нашим экспертам обратится, он может получить специальную скидку при покупке номеров в Виндом Гранд Батуми Гоню. Давайте тогда все-таки еще одного момента коснемся. Если мы говорим, вот вы сказали, есть четыре разных типа объектов, сейчас я их найду, где наш слайд замечательный был, так, 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 вот он, четыре различных варианта, значит, есть, ну, просто отель, есть такой отель пошикарнее, есть вообще таунхаус и есть виллы. Есть ли принципиальная разница в доходности в одном случае, во втором, в третьем, в четвертом? И, соответственно, уже следующий вопрос, вот если мы говорим о целом юнити, минимальный порог входа, один из зрителей спрашивал, как расправили. Филипп, давайте я, наверное, отвечу на этот вопрос. По доходности проекта, четыре проекта очень разные. Например, если отталкиваться так, да, это все-таки, да, 353 номера, а, например, проект Виллс, да, это всего 16 вилл. Допустим, на проекте Аква средняя доходность будет там, порядка 16-17, например, процентов, да, на виллах она будет чуть-чуть выше, она будет там, порядка 19 процентов, да, это все зависит от того, что сам по себе продукт, он более уникальный, его меньше, и чек проживания в этом продукте, он выше, ввиду этого, и, так скажем, доходность... Естественно, да, и порог входа в данный продукт, он выше, но и если мы смотрим по, так скажем, условно, по сухим цифрам, да, порог, да, дохода, он выше, но и доход с него будет тоже выше. Этот продукт, он, да, правда, мы понимаем, он не для всех, цена входа будет, она сейчас достаточно высокая, но, тем не менее, его всего и 16 штук, тем более, что у нас на сегодняшний день осталось всего 5 вилл, то есть они пользуются спросом, вот, и доход на них будет чуть-чуть выше. Например, если смотреть по проекту Аква, например, по более стандартным гостиничным номерам, номеров чуть больше, соответственно, предложения, опять же, более шире. Вот. Если возвращаясь к вопросу о входе в проект, опять же, мы можем рассмотреть, во-первых, все четыре проекта, у них разный уровень порога входа, так скажем, да, и можно рассматривать от различной резиденции от стандарта до отдельно стоящей виллы. Но, опять же, вот, как Кайл уже сказал, у нас есть возможность, например, приобрести часть отельной резиденции, то есть вы можете стать совладельцем гостиничного номера, мы можем разделить любую резиденцию на четыре части, например, да, вы можете приобрести одну четвертую или одну вторую, то есть уже половина резиденции. Вас, так скажем, в процентном соотношении вашего дохода это никак не ограничивает, то есть там условно если номер генерирует себе ежегодную прибыль, например, на 25 тысяч долларов, то если вы приобретаете половину данной резиденции, то вы будете получать равнопропорционально вложенным вашим средствам доход, то есть там порядка 12 с половиной тысяч долларов. Также у вас будет возможность отдыхать в своем гостиничном номере, также она будет просто служена в два раза, то есть можно отдыхать до двух месяцев, если приобретать половину, то можно отдыхать месяц, в году в своей резиденции. Поэтому порог входа, он очень разный и опять же, я думаю, мы уже ближе к концу нашей презентации расскажем по нашему новому инновационному продукту. Вот, и уделиваться в вашу внимание. Скоро мы к нему уже перейдем, буквально там через несколько минут, а все-таки тогда еще хочу уточнить про доход от аренды. Значит, проект еще не завершен, когда он должен быть завершен, с какого момента, и как-то прописано в договоре. Ты начинаешь получать доход, потом вы назвали цифры 17-19, они, ну, безумные, я не, ну, как бы, их очень трудно ставить под сомнение, хотя бы потому, что вот, их в принципе, наверное, очень мало, где можно достичь, но посмотрим, что будет там через там год или два, когда проект закончится. Но тем не менее, ну, вы прямо сказали, есть какая-то гарантированная история, вот можно про это, и с какого времени она начинается, с учетом того, что проект еще не достроен, а куплю я и деньги потрачу прямо сейчас. Да, Филипп, очень хороший вопрос, спасибо. Если рассматривать программу, например, гарантированного дохода, который у нас по проектам 5 или 7%, давайте, например, отталкиваться, опять же, к чего-то более стандартному, например, проекта Аква, по проекту Аква у нас гарантированный доход, он 5%. Как будет выглядеть сама вообще схема, модель получения дохода? То есть проект, он сдается в июле 25-го года. Проект реализовался, и забидая вперед, расскажу, что за полгода до сдачи вы будете подписывать уже непосредственно договор с нашим партнером, это американская компания Embridge Hospitality, у нее под управлением более полутора тысяч отелей, они все у нас там на слуху, мы все их знаем, там, Мариотт, Хаяр, Шаратон и так далее. Вот, вы будете подписывать договор, и непосредственно управляющая компания, она уже будет заходить в проект, то есть она будет налаживать свои бизнес-модели, набирать став и много-много-много других вещей, чтобы уже непосредственно к сдаче проекта уже была готова их бизнес-модель. Соответственно, проект сдается у нас в июле 25-го года, и отель начинает уже функционировать. У вас программа гарантированного дохода, и вам выплачивается 5% годовых. Соответственно, у нас с июля по декабрь у нас получается 6 месяцев, ну, давайте округленно возьмем 6 месяцев, да, соответственно, в конце года, в начале следующего января, уже непосредственно 26-го, вам будет выплачиваться 2,5%, то есть за полгода отельного управления. Это вот будет то, что вы уже фактически получите, ну, вот, за эти, за отельное управление. И так далее. То есть дальше вы будете получать либо там квартально, либо ежегодно, то есть тут зависит от программы. Как определяется доходность, и как она формируется, в тех случаях, если она не гарантирована? Ну, то есть как бы если... И потом опять же, давайте так, там, вы сказали там 300 с чем-то номеров, да, ВАКВА, могу ошибаться, половина захотели гарантированную доходность, половина негарантированную, они живут двумя экономическими реалиями, одна половина людей и вторая половина, или как бы, ну, если вы сказали, что доходность может быть гораздо существеннее, мне может что-то перепасть от тех ребят, которые захотели гарантированной доходности и своего недополучили. Ну, если у вас гарантированная доходность, Филипп, то вы получаете свои 5 или 7%, то есть это тот факт и тот фикс, который вы уже фактически будете получать. Для клиентов, кто подписывает Assemblish Hospitality программу реального дохода, то здесь все строится несколько иначе, то есть откуда, в принципе, берутся данные цифры, данные показатели. Мы берем за пример, ну, во-первых, Виндом Грандов достаточно все-таки много, их там 78 штук, и мы проводим по ним аналитику, по проживанию, по стоимости, там, условно, одной ночи в сезон, одной ночи не в сезон, в данной категории номеров. Мы их адаптируем под Грузию, то есть мы понимаем, что, ну, в Париже, наверное, будет чуть-чуть подороже стоить, да? Во время Олимпиады уж точно, да. Да, это 100%. У нас он будет стоить немного дешевле, мы все-таки, да, здесь адаптируемся под, непосредственно, грузинский рынок. Мы берем среднюю заполняемость, то есть средняя заполняемость по Грузии, по отелям, так скажем, люксовым, порядка 60%, но у нас, так скажем, таких конкурентов и аналогов здесь нету, но мы проводим, например, параллели по отелю, например, по Рагу. Есть люксовый отель в Батуми, вот, у него заполняемость, она круглогодичная, порядка 70%. Мы же в свою очередь строим all-inclusive, это круглогодичный, да, курорт, куда будут приезжать люди на постоянной основе, то есть круглый год, неважно, там, лето, осень, зима, весна, то есть это будет круглогодичное, постоянное пребывание, то есть люди будут покупать пакетные туры, приезжать там на неделю, там, 10 дней, 14 дней, вот, и это будет нам, нам и нашим инвесторам генерировать постоянный круглогодичный доход. Поэтому мы заполняемость, прогнозируем, чуть выше, чем все-таки по стандартным отелям непосредственно в Атоме. И все складывается из этих двух показателей, то есть это заполняемость, которая будет, ну, мы думаем, что все-таки она будет выше, чем 70%, и цена проживания в линейке данных категорий и номеров. Если все это посчитать более предметно, мы с каждым клиентом эти расчеты делаем, мы их предоставляем и более предметно объясняем, как вся модель работает, и эти цифры, они, так скажем, складываются и бьются. Такой наивный вопрос, как можно, ну, насколько можно доверять инвест модели, если до сих пор ничего подобного на рынке не было. Вот этот момент, я думаю, что он у многих зрителей наших точно возникнет, потому что, ну, почему вообще Грузии, окей, ну, не было никогда пятизвездочных отелей, тем более спрос рождает предложение. Значит, может, и спроса не было, или он есть, а если он есть, почему раньше никто ничего подобного не делал, ну, вот как-то это вот. Вы, понятно, Кайл, сказали, да, отсыл к советскому прошлому очень понятен, но в конце концов, сколько, 35 лет прошло, да? Филипп, я вас понял, да, конечно, есть такие опасения, да, там у них, собственно, ну, они также возникают у наших клиентов, мы это, конечно же, все проговариваем. Ну, давайте так, самая банальная история. Компания начала строительство свое, там, в 2016 году. Мы строить первые, там, на рынке Батуми начали элитные виллы. Тогда это по следующему принципу было, да, там, приехали собственники компании, ну, часть из них, да, там, будущие партнеры, и захотели где-то просто отдохнуть, снять себе конкретную виллу с хорошим там видом, с хорошим наполнением, мебелью и там всем остальным. Начали их искать и нашли на весь Батуми примерно 10 позиций такого плана. Осмотрели их там большую часть и приняли, ну, там, такое решение, что здесь отсутствует как таковой такой продукт. И решили войти в этот бизнес, начали строить эти элитные виллы. Когда велось строительство, все местные застройщики говорят, ребята, у вас не полетит, это слишком дорого, здесь этот продукт не востребован. А потом случилось следующее, что первые виллы получили капитализацию 167% за 4 года. И оказалось, что этот продукт не только востребован, на него есть очень высокий спрос. И конкретно здесь, в Грузии, по одной простой причине. Сюда приезжает очень много отдыхающих экспатов из других стран. те же айтишники, которые любят проводить время на море, в горах, ездить на лошадях, на кросс, на мотоциклах и так далее. Но для них здесь отсутствует нужный им сервис, к которому они привыкли в Европе, в Америке, неважно, даже в России. И отсутствует то качество, так скажем, уровня проживания. То есть банально, чтобы мебель была, допустим, чтобы шкафы были, чтобы система вентиляции была надлежащим образом скоплением сделала в доме. Это все отсутствовало. Вот на этой базе мы построили свой продукт, там элитных вилл, который, мягко говоря, взлетел. И следующие там два проекта, это виллы элит и виллы нью, они не менее 30% в год статализации имели. И это только наш опыт был. Если говорить о бренде Виндом Хотал Сент Резорт, перед тем, как входить в любую локацию, они делают детальнейшую аналитику. У них штат аналитиков в компании просто огромный. Они оценили рынок не только Грузии в целом, они оценили перспективы региона, соответственно, черноморского по эту сторону. Они оценили непосредственно город Батуми на возможность инвестирования сюда и потенциально возможное извлечение прибыли. И этот аналитический отчет дал очень положительные соответственно результаты. Они нашли сразу, скажу, несколько партнеров здесь, в Батуми непосредственно, мы не единственные, кто работает с брендом. Но наша экспертиза, наш накопленный опыт, наши специалисты, в том числе как на грузинском рынке, так и привлеченные экспаты, позволили продукт в том числе здесь на другую, так скажем, на другой уровень взвести. потому что банальная причина, которая не дает, наверное, полноценного отдыха клиенту, который приезжает в сити-хотел, это отсутствие инфраструктуры. Мы это все учли. В нашем комплексе это полноценный резорт, 90 объектов инфраструктуры на 27 тысячах метрах квадратных расположенных. Это бассейны, это рестораны, причем рестораны совершенно разного уровня, куда будут приезжать повара уровня Мишлен, соответственно, для подготовки меню. Это возможность проката яхт, это, соответственно, вдобавок к этому, там, полеты, не знаю, на воздушных шарах. В нашем комплексе предусмотрено все, вплоть до вертолетной площадки. То есть, это явно не уровень простого сити-хотела. И, конечно же, есть клиенты, по миру их очень много, которые с удовольствием приезжают в Грузию, наслаждаются природой, гостеприимством, местным вином, соответственно, разными ландшафтными абсолютно, а здесь четыре разные абсолютно зоны природные, в которых можно побывать одновременно, посетив Грузию. Многие из них как раз таки едут и за отдыхом, и за впечатлениями, и, конечно же, они не готовы жертвовать при этом сервисом, что им в данный момент приходится делать, потому что мы еще пока только на старте, на западке наших отелей. Эти клиенты готовы платить, они не задаются вопросом, а будет ли там, условно говоря, спа. Они будут немножко про другие вещи думать, спа для них по умолчанию. И это все зашивается в ценник. Касательно all-inclusive, его в Грузии как такового не было, и мы первые его полноценные создаем. Опять-таки, это делается в партнерстве с Windham Foto Center Resorts и управляющей компанией Embridge Hospitality. Когда у вас в рамках, скажем, all-inclusive не только питание, полноценное, трехразовое, может быть, пятиразовое. И не только там зарубежный алкоголь, к примеру, на ультра- all-inclusive. А когда у вас все сервисы, которые необходимы всей вашей семье под рукой, условно говоря, поэтому ваши дети там занимаются с нянечками, если это надо, или ходят в детские центры, в детские комнаты, где за ними присматривают, в то время, как родители могут спокойно расслабляться в сауне, выйти у бассейна или вообще уехать на какую-нибудь полную прогулку. Это все в рамках одного отеля. Больше никто такого продукта здесь не предлагает. Поэтому, конечно, у него есть свой спрос, есть клиенты с определенным чеком, которые готовы спокойно за это все платить. Окей. Я посмотрел, мы немножко заговорились, уже больше часа у нас прошло начало вебинара, но, надеюсь, зрители наши не скучали и на многие вопросы мы уже ответили. Я что бы хотел и на что еще хотел бы обратить внимание. Значит, несколько вопросов еще есть, на которые точно надо ответить. Во-первых, вот у нас просто несколько слайдов, которые мы не ответили. Вот несколько слов буквально. Во-первых, про водород бонус. Владимир, наверное, вы расскажете. Да, спасибо, Филипп. Расскажу про наши несколько бонусов, которые для наших клиентов, это уже такой базовый, скажем, уровень, базовое предложение. Во-первых, это программа International Travel Club. То есть, условно, опять же, кто приобретает у нас сейчас недвижимость, приобретает наши резиденции. Мы, как эта компания, именно от застройщика предоставляем такой уникальный сервис, называется International Travel Club. это 7000 баллов, которые конвертируются в 7 дней проживания. То есть, это 1100 отелей, это 600 городов, это 80 плюс стран. То есть, мы дарим отдых уже нашим новым покупателям. Данная программа, она работает для наших инвесторов, пока отель строится. То есть, 7000 баллов, или 7000 ночами проживания можно воспользоваться в 2024 году и в 2025 году. После того, как отель построился, он функционирует, он работает, наступает уже череда другой программы, называется она RCI. Там у нас есть, наверное, следующий слайд, можно его показать. Нет, это уже про условия оплаты, это я чуть, поэтому чуть позже коснемся, у нас еще есть несколько слайдов, которые надо прокомментировать, другого оплаты такого нету. Хорошо. Да, эта программа, да, она у нас работает, в общем, пока отель строится, мы дарим нашим владельцам наших резиденций уникальную возможность отдохнуть 7 ночей в 2024 году, 7 ночей в 2025 году. Ну и далее расскажу тогда, что будет после уже непосредственно сдачи отеля, как это все будет работать и будет другая программа у нас не менее интересная, называется NRC. Так, ну рассказывайте, я потому что тогда сейчас вот нам еще надо как минимум несколько важных моментов сказать инвестора. Теперь я хотел бы, чтобы вы рассказали про вообще порядок оплаты, как это происходит, особенно если речь идет об оплате из России, например, какие сейчас есть в смысле возможности. Нарастим, да, немного интриги, да, по поводу программы RSI, скажем попозже тогда. Хорошо. По поводу порядка оплаты. Во-первых, способы оплаты. У нас очень комфортная рассрочка по всем проектам, она с первым взносом от 30%, и по проектам она у нас доходит до 21 месяца. Рассрочка она без удорожания, рассрочка она без процентов, то есть очень комфортные, лояльные, гибкие условия, опять же, там с ежемесячной оплатой, по согласованию с ежеквартальной оплатой. У нас различные покупатели, они из разных абсолютно стран мира, оплату можно производить практически в любой валюте, если честно, практически, но это опять же с кем-то мы все обсуждаем, и оплату мы принимаем в криптовалюте, что очень удобно, комфортно и достаточно быстро все. Для клиентов из России сейчас, конечно, достаточно-таки сложные условия по поводу свифт-переводов банковских транзакций, но еще несколько банков, они работают, они работают на свифт-переводы, и мы нашим клиентам соответственно помогаем, рассказываем, как это можно сделать, как можно перевести деньги, даже не прибегая к криптовалюте, перевести их через банк. Поэтому возможностей обходов их много, они очень разные, но мы очень гибкие и всегда помогаем, идем навстречу нашим клиентам. Окей, ну и перед тем, как вот Кайл расскажет о вашем новом продукте, Кайл или вы, Владимир, я еще раз финализирую специальное предложение для участников нашего прямого эфира, которое действует, это 3% на покупку недвижимости в течение недели после эфира, скидка в 3%, скидка в 2% на покупку недвижимости в течение двух недель, то есть, если думать будете чуть дольше, тогда скидка 2%, плюс 7 дней бесплатного отдыха в Биндем Hotels & Resorts по всему миру, это то, о чем Владимир говорил, это уникальные программы от группы Виндем. И информация здесь у нас в чате тоже есть, вы можете оставить заявку на консультацию, тем самым зафиксировав свое участие в вебинаре и подчеркнув, что срок недели или 2 недели пошел, но и я попрошу все-таки еще рассказать, у нас был отдельный вебинар, я думаю, может быть, даже ссылочку на него дадим отдельно, у нас был примерно месяц назад вебинар с нашими экспертами из Грузии, и они представляли несколько иной продукт, тоже весьма много было интересантов, потому что тема была такая тоже весьма-весьма необычная, Кайл, Владимир, в двух словах буквально расскажете, я слайдер включу, перекинем мостик из прошлого настоящая. Окей. Пожалуйста. Да, собственно, еще один наш продукт, он абсолютно уникальный для грузинского рынка, да и в принципе для рынка отельной недвижимости, это продажа отельных номеров долями, мы дошли до того, что в силу наличия, так скажем, спроса, мы начали отельные номера предлагать одной сотой доли, и цена такого юнита, ну, сотой доли, соответственно, стоит 3245, это минимальный лод, который можно войти в проект, который также предусматривает доходность от отельного управления, но, конечно же, мы заинтересованы, да, мы предлагаем всегда клиенту вход хотя бы от двух сотых и далее. Почему? Собственно, да, там у нас на примере 15 сотых можно получить дополнительный бонус, это бонус, например, в виде RCI, это участие в программе обмена отдыхом, у вас есть, соответственно, накопленное количество дней, которые вы можете поменять на отдых в отелях по всему миру, где присутствует RCI. Это совершенно любая страна, соответственно, там соотношение в баллах, которые вы через программу используете для дней проживания. А почему появился такой продукт, почему он для нас тоже важен, работая, собственно, да, там с абсолютно разным ценовым сегментом, конкурируя, в том числе, на рынке, там, в какой-то момент на рынке Батуми с апартаментами, мы поняли, что есть очень много клиентов, которые впервые инвестируют, у которых достаточно небольшой бюджет инвестирования, там, и он начинается там по-разному, от 5 тысяч долларов до 40 тысяч долларов. Как вы помните, наш продукт, там, наш целый юнит на данный момент начинается по стоимости от 187 тысяч долларов, и, соответственно, мы получили очень широкую воронку клиентов, которые не были для нас, ну, абсолютно профильными, которые не могли в обычных условиях явиться клиентами. Но дело в том, что зачастую клиент, уже получивший информацию, там, презентации, общавшись с менеджером, делает однозначный вывод, что да, ему продукт интересен, он готов инвестировать именно в нас, в отельную индустрию и зарабатывать вместе с нами, он верит в продукт, но не хватает бюджета. Вот специально для таких клиентов мы сделали инвестиционное предложение, там, собственно, есть возможность инвестировать либо в одну сотую долю, и при этом это не как в российском законодательстве, да, нет никаких ограничений на владение, на перепродажу, не надо будет договариваться с какими-либо другими собственниками, вы просто являетесь собственником части отельного номера и получаете от этого свой, ну, условно назовем его дивиденд, это доходность от отельного управления. При этом для этого продукта у нас тоже есть возможность, соответственно, обратного выкупа, причем он по периоду гораздо больше по срокам, это, там, условно говоря, 10 и 20 лет и где выкуп обратный осуществляется, да, там за 100% сверху, то есть вы, по сути дела, вложили сейчас, там, условно, 3245 и 10 лет спустя вы можете забрать обратно 100%, то есть, по сути дела, гарантированно 10% дохода в год просто вы зарабатываете в параллель с отельной сетью и все это время еще вдобавок вы можете получать свои проценты от отельного управления и это, как показано на слайде, да, там тоже может быть до 11 с лишним процентов и это только на одну долю, долей по количеству можно приобретать неограниченное количество, то есть, там, 15, 20, 30, 35, как вам угодно, в таком случае цена доли будет уменьшаться, ну, как бы действует скидка за объем, так называемое, да, а эффективность ваше положение увеличивает, то есть, у вас накопленный доход от отельного управления он будет только расти. Окей, спасибо большое, вопрос вот от нашего зрителя, от Юрия, два месяца можно использовать в любом отеле, вот про вот этот бонус отдельно, еще расскажите, пожалуйста, все-таки, чтобы было понятно. Филипп, вы пропали, Филипп? Пропал, я здесь, я про бонус, вопрос вот от Юрия, два месяца в году можно использовать в любом отеле, вот это как работает, просто чтобы было понимание, что отелей много же в сети. Отелей, да, действительно, соответственно, если мы говорим о внутри, так скажем, нашего непосредственно проекта, то вы используете свои дни проживания в одной мере аналогичного типа, условно говоря, если вы приобрели стандарт, то вы будете отдыхать именно в стандарте. Это 14 дней в сезон, то есть, это теплые месяцы, да, так скажем, и 46 дней вне сезона, другое время, когда вы договоритесь с управляющей компанией, чтобы вам было максимально удобно. Если вы приобретаете виллу, то, конечно же, вы можете отдыхать в вилле одной из свободных, которая на тот момент будет, которую предложит вам управляющая компания. Это не значит, что вы будете отдыхать именно в вашей вилле, потому что, как мы ранее говорили с Владимиром, у нас действует как тепловой метод распределения прибыли, и, соответственно, в конкретный момент времени в вашей вилле, которая числится за вами как за собственником, могут проживать другие клиенты и генерировать вам доход. Хорошо. Друзья, ну, по-моему, рассказали о многом, практически обо всем. Наверняка, какие-то вопросы у наших зрителей остались. Я еще раз хочу обратить внимание на спецпредложения. Давайте еще раз ссылку и заявку на консультацию, которую может получить любой участник нашего вебинара и получив право на приобретение объекта в Виндемграмм Батуми Гоню на льготных условиях. Пожалуйста, не стесняйтесь писать, обращаться. Можно, я думаю, еще и контакты Владимира еще раз указать для тех, кто-то любит прямо непосредственно прямое живое общение. Итак, Кайл Винер, директор департамента продаж Виндемграмм Батуми Гоню и Европе и Владимир Иларионов, менеджер Виндемграмм Батуми Гоню и Европе и Европе и Европе Друзья, ну, о многом поговорили. Я понимаю, что инвестиции, они требуют очень часто, да и наверняка, гораздо более обстоятельного разговора. И, коль уж вы решите пообщаться, то и с Кайлом, и с Владимиром ваше общение будет гораздо дольше, чем тот час с небольшим, что мы сейчас вместе провели. Спасибо вам большое, коллеги. Рад был пообщаться. Надеюсь, на многие вопросы ответили. Мероприятие Приана, который в дальнейшем мы будем проводить вебинары, пожалуйста, ссылочка вашему вниманию. Ну и до встречи в Грузии, в Виндемграмм Батуми Гоню и Европе и Европе и Европе приветствуют вас. Спасибо большое, коллеги, за общение и интересную беседу. Спасибо большое, Филипп. Спасибо зрителям. Спасибо. Спасибо большое, Филипп. Спасибо зрителям. До новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания.